Приветствую вас, дорогие братья! И приветствуем всех тех, кто присоединился сегодня к нашей трансляции. В основе нашего сегодняшнего онлайн-богослужения лежит великая тема «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Библия говорит, что человек, который не пришел в состояние взаимодействия с Богом через покаяние, у этого человека злое сердце, лукавое, неверное, гордое, безумное, несмысленное, заблуждающееся, ожесточенное, коварное, сребролюбивое, упорное, оскверненное, смущенное, боязливое, развращенное, уничижающее других, возмущенное, обольщенное и прельщенное, каменное сердце, огрубелое, завистливое, жадное, нераскаянное и невежественное сердце. Каждый человек, который не пережил рождение свыше, он является носителем вот этой характеристики. И только великий Бог, каменное сердце может сделать мягким, сребролюбивое сердце может сделать щедрым, нераскаянное сердце сделать дружелюбным и примирительным. Сердце, которое возмущенное, оно может быть умиротворено. И это великое деяние от Бога делается сегодня через Духа Святого, через Его учение. Это чудо преображения ощущает каждая возрожденная душа. Мы подготовили небольшую программу, которую желаем с вами поделиться через проповеди, песнопения и личные свидетельства верующих людей, как Бог меняет сердце человека. Царь мой Бог, сердце мое поет, восторгаясь тебе, Как птица доходит в себе жилье у алдарей Твоих. Ибо Господь, здесь и солнце ищи, одежда моя и покой, Царь мой Бог, сердце мое поет, восторгаясь Тобой. Единственный день в доме Твоем дороже мне тысячи дней, Ибо Господь, здесь и солнце ищи, надежда моя и покой, Царь мой Бог, сердце мое поет, восторгаясь Тобой. Господь, здесь и солнце ищи, надежда моя и покой, Господи, силой блажен человек, что упавал над тебя, Чья сила в тебе прибудет в поле, он будет храним от огня. Ибо Господь здесь и солнце ищет Надежда моя и покой Царь мой Бог, сердце моё Поёт, восторгаясь тобой Царь мой Бог, сердце моё Поёт, восторгаясь тобой Сердце – источник жизни. Хорошая тема. И сейчас был гимн молодёжи о том, что «Сердце моё поёт, восторгаясь тобой, Царь мой Бог». Что такое сердце? У нас сегодня не семинар по кардиологии, я не кардиолог, но я хорошо знаю Библию, и Библия очень много говорит о сердце. Бог очень много говорит о сердце. Сердце – это что-то большее, чем мышцы, которые качают вашу кровь. Сердце – это что-то большее. Сердце – это то, за что воюет сатана. Сердце – это то, что просит Бог от человека. У меня будет три части, три тезиса, о которых я хотел бы вам рассказать. Первый тезис о том, какой же библейский образ человеческого сердца, какой смысл Бог вкладывает в человеческое сердце. Второй тезис о том, какое отношение у Бога к человеческому сердцу. И третье – в чём же проблема человеческого сердца, и в чём её решение. Сердце – это, уже я сказал, не просто мышца. Уже названо в нашей теме такой тезис, что сердце – это источник жизни. Великий, мудрый царь Соломон, сказано в Библии, что не было из людей мудрее его. Сказал сыну своему, больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Источники жизни, то есть начало жизни. Давайте посмотрим, что это за источники жизни. Во-первых, нужно понимать, что сердце – это эмоциональное начало человека. На кадре показано, как инстинктивно, когда вы переживаете самые тревожные моменты своей жизни, вы хватаетесь за сердце. Почему-то именно сердце начинает биться чаще, когда мы произносим какие-то самые важные слова в своей жизни, что мы говорим, положа руку на сердце, я обещаю то-то, то-то. То есть сердце – это как гарантия того, что обещание будет выполнено. А когда клянется президент на конституции, в общем-то, в других странах есть традиция, когда президент кладет руку на сердце, тем самым он обещает, что он будет верен своему обещанию. Сердце – это эмоциональное начало человека, эмоциональное начало личности. Во-вторых, сердце – это мыслительное начало личности. Где рождаются мысли? Вы думаете, мысли рождаются в уме, в голове? Нет. Ум – это просто ваш компьютер, который перерабатывает мысли, которые рождены глубоко в вашем сердце. В Библии сказано, каковы мысли в душе человека, и там в оригинале стоит слово «сердце», таков и он. Вы тот, о чем вы думаете. Вы тот, что находится в вашем сердце. Сказано еще в Библии, помыслы человека. В сердце – это глубокие воды, но человек разумный, вычерпывает их. Помыслы – они начинаются в сердце. Сердце – это как кладезь мыслей, и разум извлекает из сердца то одну мысль, то другую, высвечивает, и в зависимости от того, что происходит в вашем сердце, то и будет происходить у вас в голове. Также сердце – это духовное начало человека. Духовное начало, об этом говорит Библия. Написано, сказал, безумец в сердце своем, нет Бога. Именно в сердце человека, а не в уме, решается вопрос веры. Верить в Бога или нет? Написано, что все это, Соломон также пишет, все сделал Бог прекрасным в свое время и вложил мир в сердце людей. А вот это слово «мир» в оригинале стоит слово «вечность». Вечность заложена в сердце. Ваше тело, мое тело, оно стареет, гниет заживо. Его когда-то положат в гроб, оно будет на кладбище догнивать, а сердце, сердце останется жить. Сердце останется жить столетиями, всю вечность, потому что Бог вложил вечность в сердце каждого человека. Это духовное начало личности. Наконец, сердце – это моральное начало человека. Именно внутри сердца человек решает, что правильно, что неправильно, что добро, что зло. Именно в сердце он чувствует обличение совести. Иисус Христос сказал, я позже высвечу этот текст отдельно, «Ибо изнутри и из сердца человеческого исходят злые помыслы, коварства, кражи, убийства, любодеяния, прелюбодеяния, богохульства, злоба. Все это изнутри и сердце исходит и оскверняет человека. Наше сердце в отрыве от Бога – это генератор, это завод по производству зла». В Библии сказано много характеристик, сердец, которые не соединены с Богом. Знаете, даже в русском языке есть такие слова, как жестокосердный человек или, наоборот, милосердный человек. Также мы можем, знаете, как работать хорошо, это значит работать усердно, со всем сердцем. Есть сердце развращенное, лукавое, гордое, надменно, есть сердца разные. То есть сердце – это моральное начало человека. Вот почему Соломон говорит, «Больше всего хранимого» – это самая большая ценность вашей жизни. «Храни сердце твое». Иисус Христос сказал, что пользуй человеку, если он весь мир приобретет от душе, то есть сердцу своему, повреди. Мудрейшие люди Земли, которые достигали и в политике, и в экономике высот больших, больше всего заботились о своем сердце. Это люди, которые знали по-настоящему цену вещам. Наконец, второй вопрос – как же Бог относится к человеческому сердцу? Во-первых, нужно знать, что Бог внимательно смотрит на сердце. Знаете, как вы сейчас смотрите? Вы смотрите сейчас, может, на мою прическу, на, не знаю, мой костюм. Вы смотрите на картинку, какая она, качественная, некачественная. Так смотрит человек. Но Бог смотрит прямо сейчас на мое сердце. Он знает, какая у меня мотивация сейчас. Сейчас я горжусь или смиряюсь. Вы не знаете, вам может казаться, а Бог знает. На вас кто-то смотрит, на вас смотрит тоже через призму косметики или вашего положения в обществе, достатка. Люди смотрят друг на друга в зависимости от социального статуса, от цвета кожи, от расы, от многого другого. Но Бог, Он на это не смотрит, Он смотрит на сердце в первую очередь. Так написано. Прочитайте вместе со мной. Бог, Он сказал так, «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Господь смотрит прямо в вашу душу. Вы можете обмануть меня, вы можете обмануть батюшку, вы можете обмануть своих родных, но Бога никогда не обманете. Наконец, важно знать, что Бог, написано, взвешивает сердца. Давайте прочитаем этот текст. «Всякий путь человека прямо в его глазах, но Господь взвешивает сердца». Что это за весы, на которых Бог взвешивает сердца? Это весы его праведности, его совершенства. Представляете, если на одну чашу весов положить ваше сердце, а на другую чашу весов положить хотя бы десять заповедей Моисея, что перевесит? А если положить на одну чашу весов ваше сердце, мое сердце, а на другую чашу весов положить сердце Иисуса Христа, которое написано «исполнено доброты и любви». Вот на таких весах Бог взвешивает каждое сердце. Одному императору Бог сказал, ты взвешен на весах и найден очень легким. После этого распалась Вавилонская империя, по крайней мере первый император пал, после этого процесс пошел падение. Вы взвешены на весах, я взвешен на весах. И Бог знает шкалу измерения каждого сердца, единицу измерения. Что еще важно знать о том, как Бог относится к сердцу человека? Написано, что Бог отвергает или ненавидит или проклинает некоторые сердца, а другие сердца Он, наоборот, ищет и ценит, и поддерживает. Давайте прочитаем несколько текстов, хотя бы один. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю, говорит Господь. Я еще несколько текстов прочитаю. Мерзость перед Господом — коварное сердце. Мерзость перед Господом всякие надменные сердца. Мерзость перед Богом. Он судит сердце. Наконец, Бог ищет сердца. Есть такой прекрасный текст, который говорит о том, что цена в глазах Бога. Послушайте внимательно, почитайте вместе со мной. Очи, то есть глаза Господа, обозревают всю землю, всю планету, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Интересно, когда Бог смотрит на всю нашу планету, это совершенно другая картинка, это не такая планета, какую мы ее видим. Он смотрит и видит миллионы сердец, миллиарды сердец и ищет хотя бы одно, которое вполне предано ему. Бог не хочет быть акционером вашего сердца, владеть им на сколько-то процентов. Он хочет быть хозяином вашего сердца, он хочет владеть им полностью. Сердце ваше вполне предано ему. Ваша душа вполне предана Богу. Именно таких людей ищет Бог. Наконец, третья часть. В чем же проблема нашего сердца? Есть такой текст, который говорит о том, как мы выглядим на весах, как наше сердце. Всех людей выглядит на весах у Бога. Я его прочитаю. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по делам его. Мне страшно, когда я читаю этот текст, потому что я понимаю, что мое сердце, оно очень дешевое. Мое сердце, оно очень легкое. И в моем сердце есть большая проблема. Это проблема греха. Этой проблемой болен каждый человек. Вы знаете, что Иисус Христос сказал? Я уже произносил этот текст, прочитайте его вместе со мной еще раз. Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это изнутри исходит. Я скверняю человека. Кто-то думает, что это просто моя рука тянется ко греху и делает грех. Я-то в душе хочу другого. Я-то в душе верусь. Я понимаю, как правильно. Кто-то думает, что это язык сам поворачивается и скверонословит. Нет, ни одна клетка вашего тела не работает сама по себе. Все работает под строжайшим контролем вашего сердца. Бог сказал так. Иисус Христос произнес такие слова. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. И от избытка сердца говорят уста. Все то, что у вас произошло уже внутри, то происходит и снаружи. Ваше тело – это просто продолжение, воплощение вашего сердца. Грех сначала совершается в сердце, а потом ваше тело просто как машина, как завод воплощает ту технологию, которую вы ему дали в сердце. Ту команду, которую ваше сердце дало вашей руке, вашему глазу, на кого посмотреть, кому как сказать. Вот это внутренняя реакция. Вы это тот, как вы реагируете на людей и на обстоятельства. Вот эта реакция, она потом проявляется в теле. И ваше тело не виновата, оно не грешно само по себе. Сердце испоганено буквально грехом. Мое и ваше. В чем проблема греха? Посмотрите наглядно то, как Бог создал мир, написано, он все создал прекрасно в свое время. Посмотрите, как этот мир выглядит сейчас. Этот мир разделен границами, а за каждой границей стоит тысячи и тысячи людских жертв и крови. Бог создал нас, как единую семью человеческую. Мы разделились на народы, государства, стали один выше, другой ниже. Бог ли так задумал мир? Посмотрите слева, как Бог задумывал мир, каким он его создал, каким он виден из космоса. Посмотрите, какой мир стал на самом деле. Посмотрите на животных, на животные меры, посмотрите на то, как человек отличается от животного. Ни один животный вид, кроме человека, не ненавидит так своих детей, как человек. Даже тигрица, она ласкает своих тигренков. Даже самые хищные, они защищают и горой стоят за своих детей. Сегодня в мире одна из проблем номер один – это проблема сиротства, проблема абортов. Разве человек был сделан таким? Это противоестественно для человека оставлять своих детей. Это противоестественно для материнского инстинкта. Это не то, как Бог задумал человека. А что же это такое? Это сердце, испоганенное грехом. Грех производит ненависть, зло, эгоизм, коварство, которое калечит судьбы и наши, и других людей вокруг нас. Ни одно животное не убивает животного своего вида. Да, самцы борются за самку иногда, они повреждают друг друга. Такое встречается в природе, но никогда насмерть, вот так вот, чтобы хотел бы кто-то кого-то убить, такого нет. Человек сколько войн, сколько крови пролил. Разве так его создавал Господь? Разве это плод эволюции? Эволюция – это механизм выживания после грехопадения. Наконец, посмотрите, в чем же проблема этого греха? Она как вирус. Она как вирус, который заразил нас. Это смертельная пандемия, которая неизлечима. Это как вирус, можно сказать, в телефоне или в компьютере какой-то, который, этот компьютер, который был присоединен к главному компьютеру, стал работать сам по себе. Человек оторвался от Бога, он забыл Бога. Можно сказать, это сравнить с радиацией. Вроде лес выглядит лесом, вроде заяц выглядит заяцем, но если он заражен радиацией, к нему близко нельзя подходить, он осквернен в божественном смысле. То же самое, так же грех поразил человека. Известная картина «Бог и дьявол в одном лице» – это то, что происходит в сердце каждого человека, то, как добро борется со злом внутри нас. Такого не было. Человек не был таким создан. Это все сделал с нами грех. Какое же решение проблемы сердца? Главное решение проблемы сердца. Помните эту картину из литературного персонажа? Это Данка, который вырвал свое сердце и сказал, что я сделаю для людей? Вырвал свое сердце и осветил им дорогу людям. Это лишь слабый-слабый пример того, что делает для нас Бог. Понимаете, если главная проблема – это наше сердце, то нужно сделать трансплантацию сердца. Нужно его заменить. Человеку нужно новое сердце, старое искалечено грехом. И от нечистого меня, от греховного меня не родится святой, святой сын или святая дочь. Нет, не родится, потому что я искалечен грехом. От нечистого рождается только нечистая. Это зараза, она лечится радикальными методами. Она лечится только новым сердцем. Скажите, смотрите, что сказал Бог. Великое обещание, которое было сказано за несколько сотен лет до Иисуса Христа. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Человек не может сам по себе подчиняться Богу. Он искалечен грехом. Мы не можем быть святыми сами по себе. Такая наша природа, греховная природа, это болезнь наша. Все лечится только заменой сердца. Нам нужно новое сердце, новый дух. Именно это делает Бог. Он меняет полностью внутренность человека. Понимаете, нужно радикальное решение. Посмотрите, чем отличаются политические или человеческие методы решения проблемы греха и божественные. Посмотрите, что делают политики. Политики и люди, они лечат только симптомы греха. Например, если взять проблему зла, то, что мы крадем друг у друга, убиваем, лжем. Каждый из нас делает то, что считает нужным. Для этого нужно было создать законы. Законы, что решили проблему греха? Когда сказали, что убивать неправильно, все перестали убивать? Нет. Но мы создали исправительные системы. Есть лагеря, тюрьмы. И что? Они помогли, они вылечили нас. Нет, они лечат лишь симптомы. Рецидивист, убийца, он просто станет на время изолирован от общества, но он не перестанет быть убийцей. Зло в его сердце не будет вылечено. Что делает политика? Они создают систему здравоохранения. Знаете, какая одна из проблем греха? Это его смертность. Человек стал смертным, когда стал греховным. Что делает мир? Он делает просто систему здравоохранения. И лучшие системы здравоохранения сегодня делают так, что средний возраст повышается до 85 лет. И что? Человек все равно умирает. Даже если вам сделают пересадку всех органов, вы максимум проживете до 120 лет. И все, и все равно умрете. Не может человек решить проблему смертности. Что делает человек? Он делает систему соцобеспечения. То есть малообеспеченным дает больше денег. Убовля обеспеченных забирает деньги. Для чего? Для того, чтобы хоть как-то мы могли заботиться друг о друге. Решает ли это проблему доброты? Проблему о том, что мы заботимся о сирух, убочи, убогих, нищих? Проблему нищеты? Или проблему старения? Нет, это не решает проблему старения. Это просто немножко делает старость более комфортной. Что делает человек? Человек создает систему правоохранения, чтобы хоть как-то защищать наши права. Это лечит ли проблему зла внутри нас? Лечит ли эту проблему неравенства социального? Это все последствия греха. Нет, это не лечит. Это просто немножко сдерживает проблему. Это делает просто чуть менее или более эффективным. Знаете, как все это можно описать? Это как курильщик, который не может зависеть и не может просто никакой политик своим решением сказать, не кури, избавляю тебя от курения, и человек не курит. Нет, такого не может быть. Тем ему говорят просто, давай ты будешь курить не пять пачек в неделю, а две, потом одну, потом там три сигареты в день, и так потихонечку избавишься. То есть мы только можем локализовать последствия греха, но проблему греха человек не решает. Человек просто сдерживает это, но не решает. Это симптомы, но не болезнь. Бог решает болезнь греха, Бог исцеляет болезнь греха. Что делает Бог? На проблему злого сердца преступника он делает его, помните, как разбойник, который висел рядом со Христом, который посмотрел на Христа и сказал, помяни меня, Господи, когда придешь в царство твое. И Христос сказал, ныне будешь со мной в раю. Это было исцеленное сердце. Сердце убийцы стало святым. Вот что делает Бог, когда он меняет сердце. Наконец, когда проблема смертности, как решается, Бог дает новую вечную жизнь. Когда сердце у человека становится новым, он вечно живет. На проблему старения Бог отвечает вечной молодостью в царстве его. Это реальность. И Христос первый, кто пережил это. Он воскрес и вечно живет. На проблему неравенства Бог отвечает церковью. Он создал церковь, где восстанавливает каждого в его правах. Мы здесь равны. Мы здесь братья и сестры. Бог радикально меняет сердца людей. Он поселяет туда любовь, святость, мир, вечную жизнь. Как он это делает? В чем же решение проблемы греха? Для того, чтобы поменять сердце, нужно две вещи. Во-первых, нужно вытащить старое, а во-вторых, нужно туда посадить новое. Нужно вытащить старое сердце, которое сломано, поломано, искалечно, и где-то взять новое, которое туда посадить. Нужен донор любому человеку, которого сломалось сердце. Этим донором для всех нас стал Иисус Христос. Первая проблема – проблема извлечения греха изнутри нас. Извлечения этой желчи, которой мы наполнены. Исцеление тех шрамов греха, которые изрубцованы на наше сердце, решает Иисус Христос. Он решает ее, когда он был распят на кресте. Он был невинно казнен. Написано, не знавшего греха Бог сделал жертвую за наши грехи. И теперь наш грех, моя вина, мое наказание за мой грех, оно на Иисусе Христе. Он забирает мою испорченную гнилую нутро туда, на крест. Мои грехи там, на его теле. Его раны, которыми он никак не заслужил. Его кровь, она очищает мое сердце от всякого греха. Написано, если грехи ваши будут как багряны, я как снег убелю. Бог прощает. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. И вторая проблема, откуда же взять нам новое сердце? Это решает воскресение Христа. Если бы Христос просто умер, он остался бы религиозным мучеником, каким-то шарлатаном, который говорил о Царстве Небесном, но ничего не сделал. Но Иисус Христос умер, три дня пролежал во гробе, чтобы все наверняка удостоверились, что он умер. И через три дня он сделал невозможное, он воскрес. Знаете, были люди на земле, которые воскресали, но не было ни одного из них, который воскресший или пережив клиническую смерть или еще что-нибудь, жили бы потом вечно. Иисус Христос живет вечно. Он бессмертный, написано, смерть не имеет над ним власти. И что решает проблему воскресения Христа? Наконец, это та самая новая жизнь внутри нас. Воскресение Христа дает новую жизнь внутри человека. Вот как происходит эта операция по замене сердца. Вот как происходит эта трансплантация. Смерть Иисуса Христа – это смерть за мой грех. Воскресение Иисуса Христа – это дух жизни. Он через Духа Святого зарождает во мне новое нутро. Наконец, как это выглядит, как вот Иисус Христос написано в Библии «Он предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания». Нельзя говорить о Христе умершем без Его воскресения. Нельзя говорить о Христе воскресшем без Его смерти. Наконец, сам Иисус Христос на земле, когда был, сказал «Истина, истина», это значит наверняка, вот сто процентов, говорю вам, говорю тебе, если кто не родится свыше, тот не может увидеть Царство Божие. Человеку нужно радикальное решение. Бог не просто учит нас, знаете, не курить там по чуть-чуть или там просто попытаться позаботиться друг о друге. Он делает радикальное решение. Он говорит, тебе нужно заново родиться, тебе нужна глубинная трансформация, перерождение всей твоей внутренности. Он говорит, если ты не родишься свыше, не увидишь Царство Божие, рождены ли вы свыше? Вы имеете новое сердце? Прощены ли ваши грехи? Распят они со Христом там на кресте? Дал ли он вам новую жизнь? Наконец, что же делать? Это, наверное, предпоследний текст, который я хотел прочитать. Когда Петр, апостол, впервые в жизни после воскресения Христа рассказывал людям о том, что он дает новое сердце, произошло интересное событие. Я прочитаю его вместе со мной, следите. Услышав это, они, то есть это слушающие его, умилились сердцем, умилились сердцем. Вот что должно сейчас прямо с вами произойти. Умилились сердцем. Что это такое? Там буквально написано, они были пронзены, они были разрублены словом, которое было сказано Петром. Это слово буквально вонзило в их сердце. Вонзилось, и они сказали Петру и прочим апостолам, что же нам делать, мужи, братья? Может быть, у кого-то из вас прямо сейчас такой вопрос. Что же мне делать? Как мне пережить это перерождение, эту замену моего греховного, гнусного сердца? Тогда Петр сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Святой Дух – это Иисус Христос внутри нас. Это невидимый Дух Христов. Это вот эта новая жизнь внутри нас, новое сердце. Хотите новое сердце? Хотите дар Святого Духа внутри вас? Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Так сказано в Библии. Что это значит нужно сделать? Покаяться – это греческое слово метаноя. Это имеет три значения. Первое – это изменить свое мышление. Измените свое мышление. Перестаньте противиться Богу. Или по-другому это сказано – развернуться. Вы смотрите на свой грех, на свое «я». Повернитесь лицом ко Христу. Вы стоите спиной к Богу – повернитесь лицом к Богу. Это по-другому можно перевести радикальное изменение. Переживали вы в своей жизни? Радикальное изменение. Кто-то просто думает, что покаяние – это свечку поставить. Нет. Радикально измениться, а не свечку поставить. Кто-то думает, что это просто отплатить Богу какими-то слезами, сожалением, какими-то добрыми делами за свои грехи. Нет. Покаяться – это значит измениться. Вы изменились? Значит, если вы не изменились, вы никогда не каялись по-настоящему. Вы сожалели о грехах, вы плакали о грехах, вы осознавали грехи, но вы не каялись, вы не изменились. Наконец, что значит креститься? Креститься – это греческое слово «баптизо» — это «погружение», и переводится оно несколькими словами. Это значит «посвятить себя». Креститься — это не значит окропиться святой водой. Креститься — это не значит просто помыть свое тело водой. Нет, это значит «посвятить себя». Если ты как боевое крещение прошел, это значит, ты прошел посвящение. Это даже в народе так. Это значит присягнуть на верность. Вот что значит крещение. Навсегда отдаться кому в чью-то власть. Вот что значит крещение. Пережили Если вы такое крещение в своей жизни, оно осуществляется по Писанию, или как Иисус Христос говорит, погружением в воду. Но это только обряд. Настоящий смысл крещения – это посвятить, отдать себя Богу, покаяться и креститься. Вот что это значит. Радикально измениться и навсегда посвятить свою жизнь Богу, присягнуть Ему как новому господину, новому капитану, новому царю, хозяину вашего сердца. Вот что нужно делать. Да благословит вас Бог. Из всех богатств, что в жизни ты имеешь, что бережешь и трепетно хранишь, из всех сокровищ, чем ценить умеешь, свое ты сердце бережно храни. Не допускай в него неверия грязи и мыслей злых в него. Не допускай, чтоб не покрылась греха проказой, и для тебя дверь не закрылась в рай. Все тайны сердца Бог великий знает, его ты в непорочности храни. Оно по Божьим страхе пребывает всегда, во все твои земные дни. Блажен, кто сердце чистым сохраняет, на Господа надеется во всем. Того Господь хранит, оберегает, в конце пути ведет в небесный дом. Аминь. Брешник, слушай ухом веры, подзвучит тиши голос любящий. 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 Как поток огня, слушай стук, тот раз даёт само, впусти меня. Гость пройдёт тогда, рыдая, уж на склоне дня будешь в дверь стучать, Ты, рая, отпусти меня, но взывать тогда напрасно будешь ты к нему. И услышишь ты несчастный, отойди во тьму. И услышишь ты несчастный, отойди во тьму. Ещё в древности законодатель Моисей сказал такие слова. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона, и если обратишься Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею. Моисей сказал, что секрет всякого успешного человека на этой земле состоит в том, секрет успеха состоит в том, как мы относимся к Божьему Слову. Бог, который сотворил сердце наше и больше нашего сердца, сотворил нас, этот мир, Он дал нам инструкцию, Слово Своё, заповеди Свои, повеления. Он, сотворившись семью, дал библейские принципы семейной жизни. И если мы соблюдаем Его Слово, то Господь обещает успех. Успех в семейной жизни, в личных отношениях друг с другом, успех на поле, в семье и так далее. И наоборот, когда человек выбрасывает Божью инструкцию, Божье Слово, заповеди Божьи, и живет по своим понятиям, когда он предается всем сердцем своим греху и поклоняется твари вместо Творца, Бог говорит, что не будет успеха. Бог говорит, что это безумие. Сказал безумие в сердце своем, нет Бога. Прошло около двух тысяч лет, и Иисус Христос повторил эту заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Залог благословения – это любовь Господу всем сердцем. Вы знаете, лет, наверное, больше десяти лет тому назад по поручению служителей я посетил пресс-конференцию Михаила Сергеевича Горбачева. В то время он уже был экс-президент Советского Союза. Он создал новую политическую партию, и у него была программа межконфессиональных взаимоотношений, и со статусом наблюдателя я был на этой конференции. И он сказал удивительные слова, обращаясь к священнослужителям всех конфессий. Там было более 500 человек, и политиков, и религиозных деятелей. И обращаясь к религиозным лидерам, он сказал такие слова. Вам, церкви, Бог дал 90%, а нам, кесарям, дал всего 10%. Бог вам, церкви, дал душу, сердце. Если духовные потребности нации удовлетворены, тогда удовлетворены 90% всех запросов человека. И еще остается 10% – это безопасность, социальный пакет, образование, достойная старость. И если церковь не будет заниматься душою, тогда мы, политики, будем заниматься душой. Не лезьте в политику, священнослужители. Занимайтесь душою, которую вам Бог верил. Вы знаете, я был удивлен, приятно удивлен, что довольно высокого ранга политики понимают, что когда удовлетворены запросы сердца, запросы души – это 90% всех запросов человечества. Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим. Это секрет счастья, секрет целеустремленной жизни. И Писание говорит, что «Когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших». Сегодня звучит Слово Божье, и мне бы очень хотелось бы, что все те, кто сегодня с нами на этом служении, здесь ли взаде находится или удаленно, чтобы вы не ожесточали сердце. Это Слово сегодня, оно спасительное, действует для вас. И сейчас наше Слово будет предоставлено для проповеди гостю нашей Церкви. Нас посетил Павел Владимирович Меркулов из Великого Новгорода, и он продолжит участвовать в нашем богослужении. Пожалуйста. Дорогие друзья, все, кто в столь непростое время смог посетить Дом молитвы, все слушатели, которые посредством электронных устройств присоединились к нам, я всех приветствую сердечно, желаю бодрости Духа, желаю здоровья, желаю охраны Божьей. И у нас есть прекрасная возможность для того, чтобы поразмышлять над вечными истинами. Я знаю одного христианина, который в это время, когда большинство людей остерегаются как-то, и, в общем-то, это вполне разумно и правильно, все-таки горит сердцем, и таким интересным образом он благовествует людям, напоминает им об их бессмертной душе. Он в свободное время выходит к большому гипермаркету, облаченный во все средства защиты, там маска, перчатки, и у него на груди большой плакат, на котором написано «Сидишь дома на карантине? Читай Библию!» Читай Библию! И, друзья, ну, это правильно, это правильно. И у нас сейчас прекрасная возможность есть для того, чтобы над вечными библейскими истинами поразмышлять. Предлагаю для того, чтобы нам вникнуть в Слово Божие, такой текст Священного Писания по нашей теме, который записан в предпоследней книге Библии. Это послание евреям в 3 главе 7-8 стихи. «Когда услышите глаз Его», то есть глаз Божий, «не ожесточите сердец ваших». Примечательно, друзья, что это слово в этой книге предпоследней, тогда, когда уже раскрыт весь Божий план спасения, когда уже все тайны Бог явил людям, тайну церкви, тайну дела своего искупления, когда уже все сказано, все понятно. И вот в предпоследней книге как бы на исходе своего слова, перед тем, как завершить Библию, звучит вот это предостережение, «когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших». Интересно, что это слово повторяется в этой книге трижды. То же самое слово. Оно звучит в Ветхом Завете, но уже как бы в конце этого откровения, в конце Священного Писания, оно повторяется трижды. Все, что повторяется в Священном Писании, оно заслуживает нашего особого внимания, особо такого пристального внимания. И это слово такое тревожное, слово предостережение, «когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших». Ожесточенное сердце – это одно из таких заградительных линий, заградительных полос, который выстраивает сатана по пути человека к Богу. Это одно из препятствий, которое городит на нашем пути враг, если мы вдруг делаем шаг навстречу Богу. Но единственный ли он? Единственный ли он? Нет, конечно. Враг человеческой души, тот, который враждует с Богом, тот, который ненавидит человека, тот с задачей, целью которого – украсть, убить и погубить, у него целый набор заготовленных вот этих вот препятствий, у него целый каскад вот этих заградительных линий, вот этих линий обороны, которыми он старается удержать человеческую душу в городе разрушения, вот этим неводом погибели, и он хочет удержать душу и не дать ей освободиться и пойти навстречу Богу. Давайте, друзья, мы немного рассмотрим вот эти вот препятствия, которые необходимо человеку преодолеть для того, чтобы встретиться с Богом, для того, чтобы найти спасение, для того, чтобы выйти из мрака погибели. Что же это за препятствия, которые мы встречаем в жизни, в практике своей жизни, в Священном Писании? Первое, на что я хотел обратить внимание, друзья, это незнание, незнание истины, а точнее невежество. Скажите, чем отличается незнание от невежества? Я думаю, вы правильно мыслите. Незнание – это когда человек по уважительным, объективным причинам, не имея источника знания, не знает чего-либо. Но в данном случае мы говорим о вечных истинах, о Боге, о душе, о том, что насущно человеку необходимо. Невежество – это тоже незнание, но в котором виновен человек. То есть невежда – это тот, который мог знать. У него есть доступ к источнику знания, но он не желает знать. Вот кто такой невежда. И невежество – это сильнейшая заградительная полоса, которую выстраивает дьявол. И она очень обширна, у нее очень громадный охват для того, чтобы не пустить воспрепятство человеческой душе прийти ко спасению, прийти к Богу. Это удивительно, друзья, но мы живем в XXI веке, в веке информации, в веке высоких технологий, в веке, когда человек обладает обширными знаниями, но при этом он является большим невеждой в духовных вопросах. Если мы проведем такой эксперимент и просто на улице начнем спрашивать, вступать в диалог, в беседу с людьми, ну, с обычными обывателями, и зададим им такой вопрос. Вы можете назвать, ну, самое известное в Библии, например, 10 заповедей. Как вы думаете, какой будет результат? Все вам бодро отчеканят 10 заповедей? Увы, друзья, результат будет очень печальный, очень плачевный. Знаете, Сократ о невежестве говорил так, «В мире есть только одно благо, знание, и есть только одно зло, невежество». В эпоху информации невежество – это выбор. То есть человек выбирает, хочет он это знать, это его интересует, это насущно для него или нет. Так вот, друзья, вопросы, которые касаются спасения души, Бога, вечной участи, они настолько заброшены человеческим вниманием сегодня, они настолько невостребованы, они мало кого интересуют. И вот если бы мы задали такой вопрос тем обывателям, которые на улице, прохожим, то мы увидели бы, столкнулись бы примерно с такой картиной. Такой опрос был проведен социологический, и 56% россиян назвали только две заповеди, ну, самые такие вот, которые на слуху, самые простые, «Не кради, не убей». То есть 56% смогли назвать только две заповеди, и это самая просвещенная часть нашего общества. 44% вообще не могли назвать ни одной заповеди Божьей. Друзья, мы живем, в общем-то, в очень пугающей обстановке. Народ совершенно невежествен в вопросах веры, в вопросах понимания Бога, в вопросах спасения своей души. Он абсолютно невежда. И это в 21 веке кто-то может подумать, ну, может быть, отголоски атеизма сказываются, но уже не один десяток лет мы живем тогда, когда для каждого доступна Библия, когда каждый может прочитать Евангелие, но это мало кому интересно, к сожалению. И, друзья, нам нужно изменить эту ситуацию хотя бы с самим собой. Нам нужно оставить невежество, потому что это то, чем враг губит миллионы человеческих душ. Насколько расхожа сегодня такая позиция церковь, вера в Бога, это для пожилых людей. Пока я молодой, это не для меня. Чуть попозже может быть. И человек вот такой позиции, он сохраняет себя в невежестве и считает, что это нормально, что так и должно быть. Сколько различных толков, суждений, извращенных пониманий о Боге, о библейской истины у современного, грамотного, образованного человека сегодня. Это удивительно. Я как-то беседовал даже со своими родственниками, ну, скажем так, невоцерквленными. И очень удивился тому, насколько их, а это люди, которые выросли в христианских семьях, насколько их представления о многих библейских истинах примитивны и, ну, совершенно неправильны, совершенно дремучи. Это удивительно, друзья. Итак, первое препятствие, первая полоса, вот эта вот заградительная, которую дьявол удерживает вот в этом очаге поражения, очаге смерти, миллионы душ, это невежество. Невежество. Это очень тревожная ситуация, друзья. И сохрани нас, Господь, чтобы мы тоже оказались жертвой невежества. кто-то может сказать, ну, неужели, неужели нет таких ситуаций сейчас на планете, когда тот или иной человек, который живет вне зоны цивилизации, все-таки по объективным причинам, ну, не знает каких-то библейских истин. Вы знаете, друзья, на это я ответил бы таким примером. Сравнительно недавно мне пришлось быть в российском Заполярье, в тундре, где проживают местные народности, общаться с ними. И вот я брал интервью у одного ненца, который уверовал во Христа, который получил, как мы слышали, новое сердце. И он рассказывал об этом. И я ему задаю вопрос, а как вы вообще вот до приезда благовестников вы вообще были верующими людьми? И он мне рассказал интересный случай. Когда я учился во втором классе, а там как происходит, значит, прилетает вертолет, и детей с школьного возраста транспортируют в большой город, в данном случае в Оркуту, и там они в школе-интернате проводят время, значит, учебный год учатся, и вот второй класс. Но это восемь лет детям, ненецкие дети в классе, и учительница решила впервые рассказать им о происхождении человека, и с серьезным видом стала детям объяснять на их языке, что человек произошел от обезьяны. И он мне рассказывает, мы, когда это услышали, весь класс дружно, сильно засмеялся. И мне было это интересно услышать, есть такое утверждение, такая мысль, что первое впечатление самое верное. Так вот, в данном случае вот эти люди с точки зрения людей образованных, цивилизованных, несколько, может быть, ограничены, отсталые, но вот так они восприняли вот эту цивилизованную современную дикость. И вот такую реакцию вызвала эта теория, которые до сих пор кормят в высших учебных заведениях, не находя альтернативы. Почему они рассмеялись? Потому что, я его спрашиваю, почему у вас такая была реакция? Да потому что мы были убеждены, как-то это на уровне подсознания к нам вошло, что есть Бог, который сотворил все. И вопрос, откуда они знали? Кто им сказал, благовестий к ним еще не приезжали? Как они об этом узнали? Как они узнали о Творце, о Боге, который сотворил их тундру, прекрасные горы, чистые реки, оленей и так далее? Как они о нем узнали? В Священном Писании есть такая истина, такой стих, «Ибо невидимое его», то есть Бог, он невидим, невидимое его, вечная сила его через рассматривание творений видимое. И рассматривая творение, живя вокруг него, созерцая его, эти люди были убеждены в том, что не от обезьяны они произошли. Поэтому, друзья, как это ни странно, концентрация, сосредоточие невежества, оно больше, наверное, как раз в зонах наиболее развитой цивилизации. Там оно более густо сосредоточено. Поэтому это большая проблема, это опасность для каждой человеческой души. невежеству места нет. Мы живем в то время, когда Господь открыл свой план спасения всем живущим, когда каждый, кто приходит в этот мир, имеет возможность узнать о Боге. Каждый, кто ищет Бога, каждый, кто не смиряется с греховной жизнью своей и ищет лучшего, Он может узнать о Нем. Иоанна 1, глава 9, стих. «Был свет истины», речь об Иисусе Христе, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И я абсолютно верю Библии. Она говорит о том, что всякий человек, рожденный в этот мир, всякий человек, кто пришел в этот мир, кто вздохнул, кто открыл глаза, кто начал жить, он уже подпадает или же входит в это число, которого просвещает Сын Божий. Другое дело, что человек может не услышать этого голоса, не увидеть этого света по причине суетности своего ума, по причине занятости, заинтересованности чем-то другим. И это другое дело. Но то, что Бог доступен, то, что Бог протягивает к нему руку, то, что Бог обязательно дает ему шанс спасения, это несомненная истина, друзья. К сожалению, мышление современного человека, оно настолько плоско, оно настолько горизонтально, что мыслью своей едва ли человек простирается выше этажа, на котором живет, а так все по земле, по земле, по земле стелется. Его мало интересуют духовные, насущные вопросы, но это то, что необходимо знать. Знаете, есть такое выражение, и оно абсолютно правдивое, важно знать не многое, а нужное. Так вот, то, о чем мы говорим, то, что сокрыто в Священном Писании, в Библии, это то, что насущно необходимо знать каждому человеку, потому что от этого зависит спасение твоей бессмертной души. Это то, что крайне необходимо. Человек обладает огромными знаниями сегодня во всех областях, его познания обширны, его кругозор широк, но при этом он может оставаться полным невеждой в духовных вопросах. И это страшно, потому что все его знания, которые он приобрел, они нужны здесь на земле, но тогда, когда ты подойдешь к рубежу своей жизни, когда ты заглянешь в вечность и при этом ты ничего ни об этом не знаешь, тебе твои знания не помогут ни образования, ни положения твоего, ни все твои остальные земные преимущества. Итак, последний текст Священного Писания, который я хотел бы привести, завершая наш обзор вот этой опасности для человеческого сердца, невежества. Следующий, апостол Павел произнес эти прекрасные слова, обращаясь к ученым мужам в Ариапаге. Ныне, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. «Времена неведения, а точнее невежества прошли». И если перефразировать это Божье повеление, то сегодня можно так сказать. «Оставляя времена невежества, ныне Бог повелевает всем повсюду покаяться. За твое незнание ты будешь нести ответственность, потому что нет места незнанию, нет места неведению в наши дни, друзья». Второй эшелон препятствий, или же следующий, которым враг запутывает человека и удерживает его, это лжеучение ереси. Допустим, человек заинтересовался истинно, начал читать Евангелие, нашел собеседника верующего, христианина, начал интересоваться, уделять этому время, то есть эти вопросы для него стали насущны, и он смог преодолеть вот это первое массовое такое очень обширное препятствие невежества. Он стал кое-что понимать. Следующая опасность, которая его подстерегает, это лжеучение и ереси. Лжеучение и ереси, и Господь наш Иисус Христос об этом говорил в своей речи, в своих разговорах с учениками, со своими слушателями. Такой текст прочитаем, друзья, Евангелие Луки, 21 глава, 8 стих. «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслед их». В другой раз Христос такие слова говорил. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, внутри суть волки, хищные». И дальше Он говорит, что по делам их узнавайте, их по плодам и так далее. То есть вот это слово «берегитесь», оно тоже звучит очень серьезно и предостерегающе ко всем людям, к каждой душе, которая начала свой путь к Богу, которая начала движение в правильном направлении. Следующее препятствие, которое заготовил для такой души враг душ человеческих, это лжеучение ересь. Что это такое, друзья? Вроде бы правильный путь, вроде бы в правильном направлении, вроде бы туда же, вроде по пути, вроде все правильно, и присутствуют имена хорошие, и Христос, и апостолы, и Евангелие, и Церковь, все это есть, но в каком-то моменте и в самом решающем человек вдруг обнаруживает, что он оказался не у врат небесного Иерусалима, не у врат царствия небесного. Еще в Ветхом Завете есть такое предостережение, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. То есть человек думает, что он христианин, что он верующий, что он уже все знает, но он какую-то истину превратно понимает. Что-то в его сознании враг смог изменить, извратить какую-то библейскую истину, какую-то фундаментальную, основополагающую правду, от которой зависит спасение его души. И все, он оказался не на пути спасения, он оказался на ложных путях погибели. И это тоже опасность, которая подстерегает человеческую душу. Знаете, друзья, в этом году я переосмыслил евангельское повествование от воскресения Иисуса Христа от Пасхи до Его Вознесения. 40 дней прошло. И как-то раньше я не обращал внимания на то, каково же назначение было вот этих 40 дней. И вот как-то по-новому мне стало понятно, что назначение этих 40 дней вот эти 40 дней общения воскресшего Христа со своими учениками можно так озаглавить, так, ну, как бы их назвать. Это был период великого библейского просвещения. Христос, когда встречался со своими учениками, Он сразу же начинал без пауз, без проволочек наставления Свои. когда Он примкнул к двум путникам, идущим в Имаус, что Христос делал, о чем говорил? Начиная от Моисея и пророков, Он изъяснял им то, что свершилось в Иерусалиме и чему надлежало быть. То есть, Он в их сознании, вот это знание священного Писания неосмысленное ими, вот этот вот багаж такой вот беспорядочной грудой в их сознании наваленный, багаж знаний, а система синагог в Израиле была очень передовой, система образования религиозного, то есть, они были прекрасно сведущи в Писании, но они не разумели смысла многих текстов. И Христос, воскресший, общаясь с учениками, Он протягивал вот в их сознании вот эту смысловую нить, и все приходило в порядок, как в хорошей библиотеке, где все тематически расставлено, разложено, все имеет свое назначение и место. Так происходило с учениками, и когда бы Христос с ними не общался, когда бы когда бы Он с ними не был, Он всегда их учил. Это не был период просто хороших возвышенных эмоций после воскресения, женщин, радующихся и учеников, восклицающих. Нет, это был период напряженного ученичества. Именно к этому периоду относится вот этот очень значимый текст. Тогда отверз им ум, к разумению Писания. Отверз и хум, к разумению Писания. То есть ученики проходили усиленный курс ученичества в эти 40 дней. Для чего? Для того, чтобы иметь противоядие против ереси и лжеучений различных. Для того, чтобы быть твердо наставленными в истине библейской. Вот для чего это нужно было. Для того, чтобы они осмыслили и глубоко поняли, насколько гармоничен Божий план спасения, насколько вот эти вроде бы случайные, хаотичные все события последних дней, насколько они четко вписываются в предвидение Божие, и оказывается об этом всем было написано в Священном Писании. Вот что постигали ученики в эти дни. И когда еще до своего Голгофа и до своего воскресения Христос к одному ученику обращаясь говорит «Уразумеешь после». И в это слово «после» вложен, на мой взгляд, очень конкретный смысл. После, после чего? После распятия и воскресения, тогда, когда они всему этому будут свидетели и будут уже понимать, будут разуметь. Друзья, это был период большого библейского ученичества и просвещения. И, в общем-то, не всегда с такими, может быть, хорошими результатами. И помните его укоризну, которую он высказал, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать. То есть, он их побуждал быть припоясанными умом своим, быть собранными, чтобы осмысливать все то, что произошло и как это согласуется со священным писанием. Друзья, закончился ли этот период просвещения? Мы говорили о невежестве, сейчас мы говорим о лжеучениях и различных ересях, которые широкими сетями раскинул враг душ человеческих, сатана, чтобы не дать людям прийти ко спасению. Закончился ли этот период просвещения? Нет. Когда Христос прощался с учениками и уходил с земли, что он говорил? Идите, научите все народы крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. То есть, он их призвал продолжить, расширить вот этот период просвещения. И чтобы осуществились пророческие слова Симеона, когда он держал младенца Святого, Сына Божьего, как он по откровению Божьему сказал, «Все есть свет к просвещению язычников». И этот период просвещения, он продолжается сегодня. И есть только один рецепт, есть только одна гарантия от того, чтобы нас не увлекло в какое-то лжеучение, это Священное Писание. «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей», восклицал Давид. То есть, нам необходимо отбросить в сторону, оставить свои предрассудки, оставить свои очень часто дремучие, неправильные, искаженные представления о Боге, о душе своей, о сотворении мира, вообще о библейской истине, все это оставить и с благоговением взять в руки Библию и начать ее читать с готовностью покоряться этой истине библейской, потому что это Слово Божье. Только тогда мы будем гарантированно сохранены от всех опасностей, которые приготовил для нас сатана. Друзья, Библию мы должны любить. Это светоч для нашей души. Это тот единственный компас, который укажет нам путь в жизнь вечную. Это то единственное средство, благодаря которому, это тот навигатор, который укажет нам неизменно верный путь. И Библию нужно читать, Библию нужно изучать, над Библией нужно размышлять, стихи Священного Писания нужно учить наизусть, и Библию нужно исполнять. Только так, крепко, держа этот светильник нашей души, мы можем быть спокойны, что совершаем верный путь. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем, повсюду покаяться, мы уже об этом говорили, и мы сейчас приходим к тому препятствию, о котором мы прочитали с самого начала, жестокосердие. Когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. есть такая ситуация, есть такое явление в человеческой жизни, когда человек преодолел все предыдущие, все препятствия, которые перед этим поставил перед ним сатана. Он уже не пребывает в невежестве, то есть он уже много знает, он сведущ в священном Писании, он правильно понимает, кто такой Иисус Христос, он правильно знает, кто такой он сам и для чего приходил Иисус Христос. Все это он верно знает. Более того, он наставлен правильно в священном Писании, его не смогли затронуть никакие лжеучения, но при этом зная все, понимая и разумея все, он бывает застыл в каком-то неопределенном состоянии. Его знания не приносят ему пользу. И таких людей немало, друзья. Таких людей немало. В чем дело? Жестокое сердце. Что такое жестокосердие? Но, как мы уже слышали, речь не идет о физическом органе, о том моторе, который перекачивает кровь. Речь идет о нашей исключительно духовной субстанции, где мы ощущаем себя, где сосредоточено наше я, где происходит вот этот мыслительный процесс, где есть вот эти нравственные весы, когда человек как бы в дискуссии, в диалоге сам с собой принимает решение, где присутствует вот это волевое начало. Вот что такое сердце. Это наше самоощущение. И вот это сердце бывает жестоким, черствым, твердым, как лед, как камень. Почему так происходит? Что значит жестокосердие на практике? Как это происходит? Человек уразумел истину, понял ее, осмыслил ее, но эта истина дальше не проникает в его жизнь. Она не приносит плод, она не меняет его сущности. Человек носит эту истину только в уме своем, в памяти своем и не более. Вот что такое жестокосердие. То есть оболочка сердца твердая, каменная, не восприимчивая ни к чему доброму. Вот что такое жестокосердие. И друзья, это очень опасность большая для тех, кто знает много, для тех, кто правильно наставлен. И я вам скажу, друзья, что наверняка, к сожалению, в месте погибели, в аду будет много тех, которые все прекрасно знали, которые знали Евангелие, которые знали, для чего приходил Иисус Христос, которые, может быть, выросли в христианских семьях, которые, может быть, разумели очень хорошо истину Божью, но они окажутся там по причине своего жестокосердия, по причине того, что эту истину, эта истина в их жизни не востребована была, сердце жестокое. эти люди, они могут даже поспорить очень успешно с каким-то невежественным атеистом, с каким-то еретиком, и, в общем-то, на запчасти его разобрать, в диалоге, в споре, в дискуссии, то есть они прекрасно все знают, владеют библейской истиной, но при этом она остается, она не приносит им самим пользы. Вот что такое жестокосердие. И, друзья, в Священном Писании как раз в той главе, которую мы с вами прочитали, указывается, я нахожу причины жестокосердия. Третья глава послания к евреям. Причины жестокосердия. Доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас, то есть ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, так вот, когда вы услышите это слово, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Грех это пагубное, разрушительное, страшное явление в жизни человека. грех это нарушение заповедей Божьей, грех это не в цель, это мимо, грех это крупная стратегическая ошибка. Когда Господь вызывал нас к жизни, когда Он давал нам ее, Он замысливал нашу жизнь в самом лучшем виде. И тогда, когда человек игнорирует лучший Божий план, лучшие намерения Божьи в отношении себя, он делает грех. Грех это мимо, не в цель, не вписался. Вот что такое грех. И это страшное, разрушительное явление в жизни человека, о нем мы уже слышали. И человек может любить грех, он может к нему быть привязан, он может быть им придавлен, он может быть настолько ослаблен своей волей, что становится рабом греху и следует за ним. И это все является причиной жестокосердия, грех. Человек все понимает, но в душе его такое смятение, в сердце его такое слабоволие, что он не способен, не готов принять правильное решение и последовать Слову Божию, той истине, которую он знает. «Обольстившись грехом», здесь так написано. Еще есть одна причина жестокосердия, она указана в 15-м стихе этой главы, друзья. «Доколе говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших», как во время ропота. Ропот – это тоже причина жестокого сердца. Ропот – это внутреннее сердечное недовольство окружающими обстоятельствами, плохой президент, плохое правительство, плохой сосед, плохо транспорт ходит, асфальт, плохой дорога, и вот все кругом плохо, и вот этот внутренний протест, несогласие с тем, в каких обстоятельствах человек живет, вызывает вот это состояние ропота, и иногда оно перманентное, то есть человек постоянно в нем пребывает, в нем живет, и это есть причина ожесточения сердца, как во время ропота в пустыне. Иногда человек думает, что в своем ропоте он настолько справедлив, но столько достойных поводов для того, чтобы возроптать, для того, чтобы высказать какое-то гневное свое суждение по тому или иному поводу, или же по той или иной личности пройтись так хорошенько по его хребту, и он думает, что он прав, и вот в этом он обманывается. Библия не приветствует такое состояние. Ропот это состояние, которое ожесточает сердце, делает его невосприимчивым к божественной истине. Итак, друзья, не ожесточите сердец ваших. Нам нужно знать истину, чтобы не оказаться по невежеству своему в погибели. нам нужно очень крепко держаться Слова Божьего, Библию любить, читать ее, вникать в нее, делать это искренне, с готовностью и покориться. И нужно беречь свое сердце, чтобы оно не обольстилось грехом, не было придавлено им. Здесь Библия советы какие дает, чтобы освободиться нам от греха. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Молитесь Богу, боритесь с грехом, обращайтесь к Нему за помощью. Он поможет, Он силен именно такую помощь оказывать, чтобы нас освободить от этого гнета, освободить от вины, освободить от греха, дать нам новое сердце. Это может Христос, для этого Он и приходил на землю. Берегитесь ропота, берегитесь постоянного сопровождающего вас недовольства всем и всеми вокруг. Посмотрите на небо, посмотрите на то, что сотворил Господь, посмотрите наконец на Голговский крест, на Божью любовь, которую Он доказывает тем, что послал Сына Своего. Тогда, когда мы были в неведении, когда мы были еще грешниками, и пусть ваше сердце умилится и обратитесь к Нему, потому что Он ваш Спаситель. Друзья, об этом я хотел сказать сегодня, этим поделиться. Пусть эти размышления библейские будут для вас полезны и спасительны. на далеком холме средь деревьев искал искал сквозь седые века старый крест простоял миллионы людей у подножья креста свое счастье нашли там однажды был я. Старый крест, старый крест неброский, но лишь в нем сила есть, сила есть сегодня может Он исцелять разбитые больные сердца каждому пришедшему открыть небеса. Между небом святым и греховной землей пропасть злая лежит разделяя собой Хочешь верь, хочешь нет Слушай слово Творца Крест единственный мост от земли в небеса Старый крест старый крест неброский, но лишь в нем сила 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 есть, сегодня может Он исцелять разбитые больные сердца каждому пришедшему открыть небеса. и Иисус дорогой у подножья креста на далеком холме я увидел тебя на пронзенных руках не застывшая кровь, а в прекрасных глазах Божья к людям любовь. старый старый крест старый крест не броский, но лишь в нем сила есть, сила есть сегодня может Он исцелять разбитые больные сердца каждому пришедшему открыть небеса. И то, что сейчас будет сказано, это будет очень важно. Я прочитаю только текст Писания апостола Павел, великий апостол язычников, писал следующие слова. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего? Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев, на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Ключевая фраза в этом тексте – нераскаянное сердце. Друзья, это самое опасное состояние. Вот сейчас пришел вопрос, а если я уже пребываю в ожесточенном сердце, есть ли выход? Да, дорогой друг, выход есть. Самый важный акт в нашей жизни, который может коренным образом изменить нашу жизнь и исцелить наше безнадежно больное, греховное, порочное сердце – это самый главный акт. Это акт покаяния под воздействием Духа Святого перед Богом. Что делает Иисус Христос с нашим сердцем после покаяния? Я нашел 30 качеств, которые происходят как изменения, коренное изменение внутри нас после покаяния. Итак, развращенное сердце после покаяния становится чистым. Блаженные чистые сердца, ибо они Бога узрят. Злое сердце становится добрым. Гордое сердце становится сокрушенным. Каменное сердце становится умиленным. Написано, умилились сердцем и сказали Петру, что нам делать. Ожесточенное сердце становится смиренным. Лукавое сердце становится искренним. Оскверненное сердце становится непорочным. Мятежное сердце приобретает успокоение. Беспокойное сердце утешено Богом. Безумное сердце становится разумным. Несмысленное сердце становится мудрым. Жадное сердце становится жертвенным. Нераскаянное сердце становится обращенным к Богу и восприимчивым к свету, к просвещению. Жестокое сердце становится любящим, печальное сердце — радостным, безнадёжное — умиротворённым, упорное — мирным, боязливое — храбрым, лукавое — верным. Заблуждающееся сердце становится утверждённым в истине. Прилещённое, обольщённое сердце становится правым, приобретается правота. Славил бы тебя в правоте сердца моего. Возмущённое сердце становится милостивым и прощающим, чёрствое — ревностным, коварное — простым, завистливое — искренним, огрубелое — открытым, невежественное — просвещённым, скупое — широким и безумно праведным. И это всё делает Дух Святой в нашем сердце, производит эти коренные изменения под влиянием покаяния. И сейчас мы послушаем свидетельство нашей сестры в Господе Ирины, которая расскажет нам о том, какие коренные изменения произвёл в её сердце Дух Святой. Ирина, пожалуйста, проходите сюда. В послании Иеремии написано, в 6 главе, 16 стихом, «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдёте покой душам вашим». Моё познание о Боге началось ещё в школе. Моя семья была неверующая, и о вере Бога вообще никто не упоминал, и я не знала слова «Бог». А началось всё с теории Дарвина. Мой разум не воспринимал информацию, что от взрыва произошла такая красота в природе, такое совершенство. Человек, насколько он был чудно устроен, что каждая система, каждая клеточка, всё в такой гармонии. И я не могла поверить, что от какого-то взрыва, который всё разрушает, это всё смогло такое создаться. И у меня зародилась мысль, что есть Создатель. Но кто он и как его найти, я не знала. И тогда я начала свои поиски, читала много литературы, искала. Тогда была очень популярна теория об инопланетянах. Я очень много изучила научных статей, книг, но поняла, что это всё бездоказательно, что это всё пустота. В 14 лет я впервые познакомилась с Евангелием о бабушке в деревне. Я начала читать, но ничего не поняла, и я постеснялась спросить и поинтересоваться, о чём это вообще. И тогда я пошла другим путём, я стала прислушиваться к бабушкиным разговорам, начала наблюдать за ней. И один раз я услышала, что она собирается в церковь. Я увязалась с ней, и мы пошли, отстояли службу в православном храме. Потом началось причастие, и это целование руки, и всё, как это происходило, настолько мне было неприятно. Моё сердце было в смущении, я думаю, ну как же так? Ну разве так вот Создатель хотел, чтобы мы и служили Ему? И вот после этого я больше не ходила в храмы, и я начала дальше изучать всё. Но тогда как раз начались экзамены. То есть вот этот длинный путь, это всё были поиски. И я уже тогда поступала в институт, и мне, так скажем, не то, что мне некогда было, но больше мои мысли были заняты этим. И немножечко я отошла от этих поисков, хотя мысли всё равно приходили периодически. И у меня был такой яркий момент, я шла домой, и какой-то внутренний голос меня остановил. И навалилась такая тяжесть вины, и такая мысль возникла, что кто меня простит от всего этого, кто меня может от этого освободить, потому что я себя уже не смогу прочтить за те проступки, которые я делала. И с этого момента вот эта тяжесть в сердце, она не уходила. И много лет я с этим жила. За это время я уже познакомилась с мужем, вышла замуж. Мы венчались в церкви. Но ничего, вот всё время я искала, искала того, кто мне поможет, не находила. И в православии, сколько я вот общалась с людьми, они мне не могли объяснить, что мне делать. Мне было удивительно, думаю, а зачем вы вообще тут, что вы делаете? И я стала искать другое, и как раз тогда, в 90-е годы, открылись границы. И стали приезжать верующие из других конфессий, с Америкой были, с Кореей. Я побыла вот в разных церквях, но как-то так сложилось, что всё время они прославляли Бога. Да, было здорово, было весело, но моё сердце израненное, оно не принимало этого. Мне было тяжело даже от этого. И я перестала ходить куда-либо и уже смирилась со своим состоянием. И однажды я встретила человека, который подарил мне Евангелие. Потом я узнала, что это был брат из дедовской церкви, который нес библиотечное служение с христианской библиотекой. Он выходил на улицы. Он подарил мне Евангелие. Я стала его читать. И я для себя даже удивилась, что я стала понимать Писание. То есть Бог открыл мне это Писание, и Дух Святой повлёк меня в церковь. Я долго сопротивлялась, потому что уже для себя приняла решение, что больше не пойду в церковь. Но потом решила, что ладно, последний раз схожу, и если я там не найду ничего, то я больше никогда не пойду в церковь. В Евангелии в конце был адрес молитвенного дома, и я поехала. Приехала на станцию, а куда дальше идти, не знаю. И вот идёт девушка и говорит, а вы на собрании верующих? Я говорю, да. Ну пойдёмте со мной. Я пошла, шли через поле, так далеко было мороз. Но ничего меня не остановило, потому что такой огонь в сердце горел, что мне было всё равно уже, что вокруг. Когда началось собрание, первый проповедник начал говорить о том, что Христос освобождает, Он прощает грехи, Он даёт покой в сердце. И я уже больше ничего не слушала, потому что это было то, что я искала все эти годы. Настолько мне было хорошо, и настолько Бог мне дал такое понимание, что это именно то, что мне было нужно. И я стала ходить на собрания, и буквально через два собрания я покаялась. Бог освободил меня, дал мне покой, дал мне в сердце радость, свободу. И вот несмотря на все трудности, которые были в моей жизни, этот покой, Он никогда меня не оставлял. И вот уже 25 лет я не жалею о том, что я пришла к Богу и нашла того Создателя. Дорогие друзья, всё, что имеет начало, имеет и конец. И вот мы подходим к концу нашего служения. Я бы хотел немножко подытожить. Надеюсь, что я не буду повторяться о том, что уже было сказано. Иисус Христос сказал, что всё плохое в нашей жизни, всё скверное, что отправляет нашу жизнь, из сердца изнутри исходят. Злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства и хуления. Это оскверняет человека. Вы знаете, так иногда посмотришь, человек культурный, интеллигентный, но царапни его, и ты узнаешь его суть. Я помню, однажды устроился на работу в агентство недвижимости, в отдел аренды жилых помещений. Женщина очень интеллигентная, с которой я работал. И в момент, когда целый ряд сделок были сорваны, она самой отборным сквернословием стала сквернословить в моём присутствии. Я испугался, вроде такая культурно-интеллигентная женщина. Я говорю, вы знаете, я вам запрещаю сквернословить в моём присутствии, я христианин. Она засмеялась каким-то удивительным смехом, для меня непонятным. А потом опять началось. И я однажды пришёл на работу, принёс с собой копилочку, и на ней было написано «Штраф 100 рублей за каждое скверное слово». И поставил на середину. Я бил и слов всем сотрудникам отдела аренды. Сказал, что с сегодняшнего дня за каждое скверное слово прошу сюда опускать 100 рублей. Штрафные санкции за моральный ущерб, я человек верующий. И вы знаете, в тот день я заработал 7 тысяч рублей. Это не тема о том, как надо делать деньги из воздуха, нет. Это тема о том, что изнутри сердца человека исходит. Вы знаете, вся культура этого мира – это только внешняя этикетка, под которой лежит нераскаянное, греховное, злое сердце. И пока это сердце не преобразит Дух Святой, не воздействует на Него Слово Божие, не произойдёт рождение свыше, ничего хорошего культура с вами не сделает. Искусство не меняет, красота не меняет, меняет Иисус Христос. Суть коренным образом наше сердце. Псалмопевец и царь Давид сказал такие слова. «Отврати лицо Твое от грехов моих и сгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне Божие и Дух правый обнови внутри меня». Дорогие друзья, Господь меняет наше сердце. Это не эволюция во времени сначала греховное сердце, потом наполовину греховное, потом наполовину возрожденное, а потом уже становится возрожденным через год. Нет, все процессы, которые происходят внутри нас, тот час, ныне же будешь со мною в раю, Бог делает всё тот час, был мёртв, я жил, пропадал и нашёлся. В ту мигнуту, в тот миг, когда вы раскаетесь перед Иисусом Христом, признаете Его Господином своей жизни и согласитесь руководствоваться Его словом и покаяетесь перед Ним в своих грехах, тот час мёртвое становится живым. Вот это чудо, которое способен пережить сегодня каждый человек, верующий в Иисуса Христа. Бог не только прощает наши грехи, Он не только наше развращённое сердце делает чистым, Он изглаживает вину греха. Бывает грех прочен, а вина за грех осталась, и она сопровождает человека по жизни. Господь оправдывает нас. Мы становимся оправданными перед Богом, на нас больше нет гнева Божьего. Верующий написано, на суд не приходит, а переходит от смерти в жизнь. И это Евангелие. Наше призвание, как церкви, благовествовать вам, всякому человеку, который слышит сегодня это слово. Дорогие друзья, вы слышите голос Божий. Бог вас любит. Ваша душа бесценно в глазах Бога. И Господь желает ваше порочное сердце, греховное, отчаявшееся, бессмысленное существование превратить в осмысленное существование, чтобы у вас была высшая цель жизни, чтобы вы имели дерзновение к Богу. И это чудо возможно, если вы придёте к Господу в молитве покаяния. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok